Добрый вечер! В эфире новости на телеканале Осетия Рыштон. В студии Валерия Кузаева. Расскажем о главных новостях к этому часу. В одном из частных домовладений на улице Нальчевская сгорелся сарай. Пострадавших нет. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания. Для того, чтобы люди полностью отдавались своему любимому делу, надо создать услуги. Долгожданное событие. После 9 месяцев капитальных работ. Обновленное здание государственного ансамбля танца «Алан» торжественно открыли. Люди сами Ордона голосовали, выбирали место. Посмотрите, какое общественное пространство. Шахматные столы, фонтаны – комфортная зона для отдыха. В Ордоне на месте пустыря за считанные месяцы появился современный парк. Открытие нового пространства посетил премьер Борис Джанаев. Сегодня в одном из частных домовладений на улице Нальчевская загорелся сарай. За считанные минуты огонь перекинулся на три дома, которые находятся в одном дворе. На место прибыли сотрудники МЧС республики, задействовали семь единиц техники. Также дежурила служба скорой помощи. По данным специалистов, пострадавших нет. Площадь пожара – 380 квадратных метров. Причины возгорания еще предстоит выяснить. По прибытию к месту пожара было установлено, что горит кровля двух жилых домов, одного сарая и гаража. Приблизительная площадь составила около 380 квадратных метров. На данный момент точно сказать не могу. По данному факту работает следственная группа, дознаватель и причина пожара будет уточнена после проведения расследования. Сергей Миняйло принял участие в заседании Совета при полпреде президента России в СКФО. Его провел Юрий Чайко. Он отметил, что уходящий год привнес в общую работу определенные сложности, связанные с внешним давлением и экономическими санкциями со стороны недружественных государств. Подробнее о достигнутых показателях по субъектам СКФО сообщил заместитель полупреда главы государства Владимир Надыкта. По его словам, в этом году реализация нацпроектов в округе по сравнению с предыдущими периодами отличается своей результативностью. В субъектах наработаны эффективные методы управления процессами, усилилось взаимодействие с федеральными органами. В ОФСИН по Северной Осетии новый руководитель главе республики Сергея Миняйло в режиме видеосвязи. Его представил директор Федеральной службы исполнения наказания Аркадий Гостев. На должность назначен Сергей Ралдугин. Он служит в уголовно-исполнительной системе более 20 лет. Аркадий Гостев остановился на вопросах, требующих повышенного внимания. Отдельно он отметил важность сотрудничества ведомства с правительством республики в рамках реализации поручения президенту по увеличению количества мест для исполнения такого вида наказаний, как принудительные работы. Сергей Миняйло подробно рассказал о совместной работе территориального ОФСИН с органами государственной власти. Глава республики выразил уверенность в дальнейшем всестороннем и устойчивом взаимодействии с региональным управлением уголовно-исполнительного ведомства. Всероссийская акция «Елка желаний» исполняет мечты детей. Принять в ней участие может каждый. А сегодня совета добрых дел прошла в Доме правительства. Уже традиционно праздничная «Елка» была украшена 40 открытками. Их снимали глава региона Сергей Миняйло, члены Кабмина, депутаты, руководители районов. Желания у детей самые разные – от красивого новогоднего платья до суперкомпьютера. Все мечты в ближайшее время будут исполнены. Учебный год и вера в Деда Мороза дать детей – это добро. Какая бы обстановка ни была, но мы должны, наверное, сделать для всех, особенно для детей, вот такой небольшой праздник. Хотя они уже более продвинуты. И самое главное – сделать такой договор. Репетиции ассамбля «Алан» в родном здании возобновятся после новогодних праздников. Такая по-настоящему долгожданная новость. Спустя 9 месяцев реконструкции объект сегодня торжественно открыли. Новая система вентиляции, кондиционирование, акустические панели для потолка и многое другое. Таких условий у ансамбля не было за все 30 лет его работы. Лидия Цахилова продолжит. Это больше, чем капитальный ремонт. Обновленное здание государственного ансамбля танца «Алан». Этого события ждали давно. На торжественном открытии глава республики Сергей Миняйло. Сами танцоры сказали, что он оборудован по последнему слову нынешних технологий и хай-тека для них. А это все проектные работы. Мы их в 2021 году сделали. Если помните, когда я пришел, я первого сюда заехал. Ну и обращение понятно, людей понять нужно. 20 и сколько лет не ремонтировались. Большой зал для репетиций полностью оборудован. Системы вентиляции и кондиционирования. Для полноценных репетиций важно соблюдать температурный режим. Почему это важно? Потому что летом было очень жарко. Поверьте, пожалуйста, когда на улице жара, тухота поднимается, то и по нормам нельзя, так скажем, рабочий день заканчивается. И то, что человек может, то, что он может показать, то, что он в состоянии продемонстрировать, из этого всего в процентном соотношении остается процентов 20-30. Потому что, ну, нельзя. Все зеркала поменялись. Мы убрали потолок старый, поменяли все на современный потолок с акустическими панелями. Система вентиляции приточно-вытяжная, с рекуперацией. Она будет летом с охлаждением у них. А в малом зале солисты смогут отрабатывать постановочные работы и дополнительные задачи. Он тоже полностью обновлен. А еще в здании отремонтированы все помещения. Раздевалки, костюмерные, душевые, хозяйственные помещения. Кабинеты для оркестра, педагогов. Капитально отремонтировали и общежития. Теперь общежития, иногородные у нас танцуют. Салагира, Сардона, Озбеслана. И теперь они будут в капремонт тоже там сделали. По три человека. Там и печка у них, там душевые. Там все, все, все. Евроремонт там вот две комнаты мы получили. Масштабные работы вели около девяти месяцев. На эти цели выделили более 45 миллионов рублей. Капитальный ремонт здания – часть программы развития государственного ансамбля «Алан». Процесс контролировал Сергей Миняйло. Даже не в капитальном ремонте. Тут дело в том, что у нас вот две такие, два таких ансамбля, которые являются нашим лицом. Это «Алан» и «Конный театр». Да, ну я помню в детстве, как звучал «Алан». Не только в детстве, в молодости своей. И даже иногда в других регионах, когда я бывал, где служил, на концерты ходил. Когда «Алан» приезжал, то был хороот. А у нас, вы же, ну, сами понимаете, да, для того, чтобы люди полностью отдавались своему любимому делу, надо создать услуги. До кирпичей разобрали это здание. Это, можно сказать, это новое здание. И полы, и чердаки, и крыши. Все, все, все это было до кирпичей. Все разобрано. Вывезли, как вывозили. Я каждый день здесь был. Должны надо отдать минстроевским ребятам. Очень потрудились. А еще у госансамбля есть современный автобус на 55 мест. И еще один – специально для перевозки танцевальных костюмов. К слову, гардероб ансамбля тоже обновится. Репетиции в новом здании начнутся уже в новом году. Лидия Цехилова, Алан Суанов, Новости Осетии. Еще недавно в центре Ордуна был пустырь. А теперь появился новый современный парк. Сегодня его торжественно открыл премьер Борис Джанаев. Этого события жители ждали много лет. Теперь у них будет место для отдыха и приятного досуга. Фонтан, смотровая площадка и даже уникальные произведения искусства. Воплотить проект в реальность удалось благодаря победе во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Дана Малышева расскажет подробнее. Еще год назад на территории в 6 гектаров не было буквально ничего. За считанные месяцы в центре Ордуна появилась современная зона отдыха. Шахматные столы, самобытный фонтан диаметром почти 10 метров. В общем, все, чтобы сделать городскую среду с населением почти в 20 тысяч по-настоящему комфортной. Игровые зоны, спортивные комплексы, чаша нартов, прогулочные зоны, велодорожки. Также там будет открытого типа бассейн. Много зон именно для детских площадок, для сноубордистов. Также есть площадка для штормхаша. Над зоной отдыха возвышается смотровая площадка. 80 ступенек ведут к бронзовой чаше нартов. Это ручная работа стоимостью 12 миллионов рублей. Финансовую поддержку весь проект получил за победу во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Результат оценил председатель правительства Северной Осетии Борис Джанаев. Очень хорошо получилось. Люди сами Ордуна голосовали, выбирали место. Посмотрите, какое общественное пространство. Поэтому нам необходимо и дальше реализовать все эти проекты в рамках программы «Малые города». Исторические поселения. Сергей Иванович Миняев ставит нам такую задачу, чтобы максимально участвовать во всех программах. Чтобы на территории республики все самое главное было доведено до логического завершения. Комфорт и проживание наших граждан – это приоритетная наша задача. На благоустройство поймы реки Таргайдон выделили 120 миллионов рублей. 50 из федерального бюджета, остальное от республики. По словам жителей, цена полностью оправдана. В Ордоне здесь особо негде было погулять. Хоть и парки у нас там есть, но там особо не на что и посмотреть. И люди спрашивали, где можно погулять у вас. Вот теперь можно уже будет сказать, что вот здесь в Ордоне сделали отличный парк, где есть и фонтан, и бассейн. Благоустроенная территория станет точкой притяжения всех жителей Ордона, отметил Борис Джанаев. Это возможность привлечь население к активному отдыху. Дана Малышева, Артур Гоглоев, Новости Осетии. Вопросы социально-экономического развития республики обсудили в правительстве. Совещание провел Борис Джанаев. Подолжается активная работа по реализации всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» в Лагирском районе. Масштабный проект – один из прорывных в составе моделей экономического развития до 2030 года. Борис Джанаев отметил, что республиканскому правительству необходимо в тесном взаимодействии с госкорпорацией «Кавказ-РФ» вести работу по реализации мероприятий комплекса «Мамисон». После новогодних праздников сторонам предстоит обсудить все актуальные вопросы, связанные с исполнением проекта. На совещании обсудили вопросы создания инженерной инфраструктуры будущего курорта. В январе коллеги из корпорации «Кавказ-РФ» представят его концепцию. Она включит в себя архитектурный код, единый стилистический облик застройки. Концепцию развития туристической инфраструктуры и так называемую специализацию ущелий, где будут отражены приоритетные направления развития. Кроме того, Борис Джанаев поручил сосредоточиться на работе по реализации мероприятий в рамках развития пригородного и моздокского районов. Северная Осетия добилась стратегического решения. Распоряжение правительства России о включении в перечень социально-экономического развития республики 45 мероприятий, которые будут реализованы в этих двух районах. Общий объем финансирования порядка 6 миллиардов рублей. Сегодня по госпрограмме развитие СКФО уже выделено 35 миллионов рублей на разработку проектно-смехной документации по 14 объектам. Шесть из них уже включены в программы на следующий год. Работа в этом направлении продолжается. Все те вопросы, которые остро сегодня стоят, должны быть решены. Прошу всех сосредоточиться. Несколько рабочих дней осталось, чтобы никаких у нас проблем не было, переходящих на следующий год. В Новый год, чтобы мы вошли с новыми мыслями, с новыми идеями. Ну и самое главное, реализовывали все те задачи, которые стоят перед нами. Председатель парламента Таймурас Тускаев подвел итоги года на традиционные пресс-конференции. Он отметил, что год был сложный, тем не менее регион выполнил все задачи социально-экономического развития. Новый созыв парламента за три с половиной месяца провел восемь пленарных заседаний. На них приняли 36 республиканских законов, рассмотрели больше 300 инициатив федеральных из других субъектов страны. Как отметил Таймурас Тускаев, одним из самых важных стал закон о жилье сиротам. Для него регион разработал уникальный механизм. Средства на реализацию заложены на ближайшие три года. В Совете законодателей также рекомендовано правительству Российской Федерации определить конкретно орган государственной власти, который будет регулировать решение данного вопроса. Это говорит о том, что и регионы, и федеральный центр совместно видят и находят инструменты решения наиболее важных социальных задач. А данная проблема, решение ее будет напрямую положительно влиять на социально-экономическое развитие нашей республики. Министр образования и науки республики Элла Алибекова встретилась с участниками новой российской молодежной организации «Движение первых». Ребята рассказали о треках, в которых работали, планах и целях. Они высоко оценили мероприятия первого слета. Каждый из них нашел для себя интересное направление. Это патриотизм, образование и наука, творчество. Особое внимание уделили главным ценностям, которые должны защищать члены организации. Среди них добро и справедливость, созидательный труд, крепкая семья. Основного года начнется масштабная работа по привлечению детей и молодежи к «Движению первых». Много внимания уделяется развитию детского движения. Впервые, наверное, в истории Российской Федерации, в истории нашей страны возглавил движение глава государства. Это уже говорит о внимании, о море впечатлений, много идей очень. И я уверена, что каждый взрослый поддержит инициативы детей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают российские спасатели. Люди, которые каждый день рискуют своей жизнью, работают в трудных, порой невыносимых условиях. Стать профессионалом в этом деле может не каждый. Нужно обладать стальным характером и большой храбростью. Герой нашего следующего сюжета Александр Глазов – спасатель международного класса, начальник Владикавказского поисково-спасательного подразделения. С опытным специалистом пообщалась моя коллега Зоя Тараева. Первыми прийти на помощь и спасти, рискуя жизнью. Александр Глазов начинал свою профессиональную деятельность альпинистом-спасателем в горах, а с 1992 года работает в системе МЧС. Участвовал в ликвидациях чрезвычайных ситуаций не только в стране, спасал пострадавших во время землетрясения в Пакистане в 2005 году. Больше недели подниматься на высоту 3,5 тысяч метров, чтобы помочь альпинисту из Челябинска – еще одна успешная страница его жизни. Как выдвинулись на Казбек в тумане, в снегу, так и спустились уже к селу, подошли. Первый раз мы увидели солнышко. Неделю шел дождь, но, слава богу, человека спустили, правда, с поломанной ногой. Выжил, выздоровел. Вот это вот приятно. Помогает людям для Александра больше, чем профессия. Особая гордость операций, когда удается сохранить жизнь каждому пострадавшему. Правда, это удается не всегда. Пережить такие ситуации помогают коллеги-психологи. Тяжело, больно. Пытаешься как-то переосмыслить все это, что можно было бы сделать по-другому. Очень неприятные ситуации, конечно, это бывает. Люди, которые достаточно долго работают в профессии, уже свои какие-то наработки имеют, которые необходимы именно для них. В общем-то, делимся этими наработками. Сегодня российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Сотрудников Чрезвычайного ведомства Северной Осетии поздравили вице-премьер Ирбек Тамаев и начальник главного управления республиканского МЧС Александр Харужий. Особо отличившимся присвоили новые звания, передали благодарственные письма и грамоты от главы республики Сергея Миняйла. Эти годы очень много сделано. МЧС России развивается, развивалась и продолжает развиваться. В настоящее время, это сейчас мощная организация, которая имеет в своем арсенале различные средства спасения людей. Организована работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций, потушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ. Личный состав главного управления МЧС России по республике Северной Осетии Аланья в этой системе занимает достойное место. В настоящий момент мы имеем достаточные силы и средства для того, чтобы организовать предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах, на территорию нашей республики. Они готовы противостоять стихии, ликвидировать последствия аварии, вступать в борьбу с пожарами. Быть спасателем для них значит решительно выполнять свой долг в самых опасных, непредсказуемых обстоятельствах. Зоа Тарава, Александр Кочиев, Новости Осетии. В одном из детских парков Владикавказа школьники, дети из учреждений дополнительного образования, а также студенты колледжей организовали настоящую новогоднюю ярмарку. Широкий ассортимент праздничных поделок, тематические зоны с мастер-классами и волшебное настроение. Чем еще заполнилась ярмарка, расскажет Дана Малышева. Путешествие из Владикавказа в зимнюю сказку началось в детском парке имени Жуковского, где развернулась благотворительная ярмарка. В самом центре Северной Осетии настоящий калейдоскоп эмоций. Хороводы ярмарки «Формула добра» затянули толпы молодежи. Перевести дух можно было в тематических зонах. Новогодние игрушки, соленья, изделия из керамики, ассортимент на любого покупателя. Все это дело рук школьников и студентов. Планировали с детьми проводить у нас в центре непосредственно эту акцию, ярмарку. Но когда узнали, что Министерство образования проводит более такое масштабное мероприятие, естественно, мы согласились принять участие. Дети отреагировали с огромным удовольствием. Мы готовились месяц, делали керамические изделия, керамические игрушки, которые запекаются два раза при температуре 1200 градусов. За яркими лавками дети из учреждений доп. образования и колледжа региона. Цель впечатляет. Все вырученные средства пойдут в фонд поддержки военных, участвующих в спецоперации на Украине. Это обязательно, так как нужна какая-то либо поддержка. Если кто-то не может, так будем делать мы какими-то своими силами. Инициатива Министерства образования республики собрала почти 200 тысяч рублей. И это всего за три часа ярмарки. Дети показывают свои подделки. Мы видим, на каком уровне у нас сегодня дополнительное образование. И я очень рада, что есть такие детские инициативы, что они направлены на доброе дело. Снега, конечно, пока нет, поэтому за новогоднее настроение отвечают гуляния. И пусть в этом году их не так много, зато каждый массовый праздник особенный. Дана Малышева, Дэвид Бетив, Георгий Такоев. Новости Осетии. Шаг к исполнению детской мечты сделали в администрации Владикавказа. Всех объединило желание сделать Новый год волшебным для каждого ребенка. С праздничной елки послания сняли руководители города, депутаты и сотрудники администрации. Вячеслав Мельдихов подарит фотоаппарат Валерии Ядзоевой. Вреу главы муниципального образования Зита Салбеева исполнит желание маленькой Марии Гузаровой. Девочка попросила кукольный домик. Просьбы детей исполнятся в ближайшие дни. Союз театральных деятелей Республики подвел итоги работы за уходящий год. Отчитались о проведенных мероприятиях и наградили самых активных представителей. Памятные грамоты вручили также юбилярам Союза. Чествование провели в торжественной обстановке и подготовили концерт. В Союзе театральных деятелей более 300 представителей. Это и профессиональные актеры, и участники любительских театров. Деятельность Союза направлена на поддержку артистов. Проводят и активную социальную работу. Особенно важной, на мой взгляд, считается работа, которую они проводят с инклюзивными театрами. Они активно поддерживают людей с ограниченными возможностями здоровья. Достаточно много социальных проектов у них. Часто они выступают со всевозможными проектами в домах престарелых. И также обращают внимание на детей, лишенных семейного крова. То есть их деятельность, она самая многогранная, разнообразная и достаточно активная. В Саратове прошел всероссийский мастерский турнир по смешанному боевому единоборству. В памяти российского тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Нашу республику на статусных соревнованиях представляли спортсмены из клуба «Арс». Бойцы показали достойный результат. Что нужно для достижения таких успехов, узнаю в материале Зои Атараевой. Казбек Сальмурзаев в спорте с 7 лет. В борцовский зал его привел брат, а спустя 15 лет он решил перейти в ММА. И вот уже год тренируется в бойцовском клубе «Арс». Говорит, что тяжелее всего соблюдать режим. На всероссийских соревнованиях в памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Саратове спортсмен занял первое место в весовой категории 61 килограмм. Не был уверен в своих силах, но все же решил поехать и попробовать. Говорит, когда узнал о победе, эмоции переполняли. Я не знаю, как описать, это просто неописуемое чувство. Это сплет, эмоции просто стоять и думать, ой, все, все, это закончилось. Теперь можно делать, что хочешь, можно выпить колу, можно есть, можно пить, кушать. Можно не соблюдать режим хотя бы дня два. А вот Давид Жибилов вышел в октагон с температурой и сломал палец на руке в первом же бою. Но это не остановило бойца. Он уговорил тренера продолжить. Как итог, победа в весовой категории Хабиба Нурмагомедова и специальный денежный приз от известного чемпиона. Так же, как и Казбек, Давид перешел в ММА из вольной борьбы. Рассказывает, нравится, что этот вид спорта собрал в себе лучшие технические приемы разных единоборств. Рассказ признается, победу не ожидал. Эмоции были, да, я думал, не знаю, проиграл. Я до последнего не думал, что мне руку поднимут. Ну, такой у нас равный бой был. И у меня не было полной уверенности в том, что я выиграл. Батрас самый молодой из спортсменов. Ему всего 19. По словам тренера, любит себя испытывать и, несмотря на возраст, просится на взрослые турниры. Для него занятия ММА начались еще в родной Дигоре, когда секция по этому виду спорта только появилась. И уже два года тренируется в бойцовском зале «Арс». На турнире в Саратове взял бронзу. Говорит, просто не хватило опыта. Было очень сильно обидно, потому что хотел выиграть. Мог выиграть. Но получилось так, как получилось. Результатом, конечно, недоволен. Будем стремиться только, чтобы были первыми. В этот год я еще подернусь по любителям. Потом уже с Божьей помощью по профессионалам. Две тренировки в день, правильное питание, спартанский режим – это то, что требуется для достижения успехов в смешанных единоборствах помимо таланта и крепкого здоровья. Ребята очень перспективные, талантливые. Конечно, хотелось бы, чтобы все из них встали на высшую ступень педестала, но где-то немного не хватило опыта, где-то немного не хватило везения. Но в целом результат хороший, учитывая конкуренцию, учитывая то, насколько этот турнир престижный, серьезный. У ребят большие планы на будущее. Они уже не раз участвовали в любительских соревнованиях. Многие из них – мастера спорта. Впереди новая высота, которую будут покорять профессиональный спорт. Зоя Тараева, Артур Гоглоев, Новости Осетии.